здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта у нас очередной ролик в гостях у беноса вот посмотрите как замерзает европа 13 ноября я привез из франции хорошую погоду я вообще люблю это делать и мы подходим по хотим посмотреть новые достижения беноса что что он делал в мои месяца что он делал 8 лет во первых смотрите основное достижение беноса на данный момент времени он вообще помните как он забыл планер за 10 евро вот сейчас он вообще бесплатный планер добыл бенос расскажи как тебе это удалось ну как ты полетал на своем мастер я тоже такого захотел до весной я летал на сф-27 и даже выиграл кубок балтики я настоящая история не я искал прицепа для своего груна убея потому что мы ехали в польшу там летать на динамике и с закрытым прицепом это намного удобнее то есть не нужно обматывать пленка да 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 и вот я искал такого прицепа но немец мой друг сказал но слушай с пустым прицепом будешь ехать тысячи километров давай я тебе планер подарю такой планер который я купил за 2400 евро бенос добыл безвозь без но то бишь даром вот что значит хорошие связи ну и хорошая репутация я бы таскал репутация это указываем это стабилизатор от сф-27 про полеты сф-27 есть ролики на нашем канале я надеюсь что я смонтирую крайний летный день там где был для над лесом на 400 метрах друзья драматический момент я тут на низкой высоте над лесом у меня 400 метров и конечно я тут мочу очко перекусывает можно сказать лом дрейфую я с пацаноликом сцепил зубы сжал яйца в общем то так не буду отвлекаться на съемку в баню как страшно мой планер уже законсервирован на зиму а видите а беноса еще летает в смысле ездит вот бесплатно вы можете посмотреть сколько стоит бесплатный планер ну смысле как выглядит выглядит он прекрасно мы не будем выкатывать чтоб сейчас там времени тратить в на фонаре там в одном месте микро трещинка но в целом вот его с ним ничего делать не надо единственное мы сейчас покажем крылья и бенос объяснит почему он хочет их перекрасить до закатываем закатом прицеп крайне удачный мой прицеп такой пленкой обтянут который надо будет перетягивать то есть мне нужно чтобы прицеп дальше существовал заказать новый тент а беноса ничего делать не нужно у него прицеп из алюминиевого листа этому алюминиевому листу ничего не стало можно ободрать покрасить его при желании но в целом а сколько тебе прицеп обошелся такой тысячу кажется ну вообще за тысячу реван прекрасный прицеп очень удачный видите листы алюминия приклепанная много лет этому прицепу я так думаю очень но он живой можно закатить с 27 и куда-нибудь ехать на полеты а мы сейчас пойдем вот туда за окошко видите как тут все красиво когда когда я был маленьким я заглядывал во всякие окошки иногда видел всякие красивости там как там была станции не станции иных техников был еще один домик и там клеили ребята и там ребята клеили модельки из вот этой переливающейся пленки комнатной модели вот и меня туда не пускали я был еще маленьким и я хоть смотрел через окошко как они это делали как все у них было красиво потом я даже участвовал в соревнованиях даже третье место занял на республике так а мы святая святых игорь ты меня застал как это я не убиралась настоящий боевой бардак то есть вот как люди станут додумать что у меня всегда такой бардак не нет друзья поясню почему так произошло бенос раньше был еще в одном помещении это помещение сейчас закрылась и он переводит вещи с одного помещения в другое а это перевозишь вещи ну и ты одновременно вот бенос строит еще какой-то там хранилище для всякого шмурдюка а вот и поэт тут еще лежит крыло тут еще лежит еще что-то ну и в итоге все вот так вот выглядит вы не думайте обычно обычно у него все более аккуратно расскажи про сф-27 свой что показала инспекция ну я боял боялся что вот покажи есть краски такие вот трещины я сейчас покажу где тут есть более вот да и место вот я очень боялся что не было повреждений на фанеру фанере да и потому я вот так скоро принес крыло узнал что там внутри и что показала инспекция что внутри и все хорошо вот эти планера там шайбе флюкзак бау имею ввиду там все шпации бергфольки сф и они все склеены с резортинольным клей на резортинольным клей и потому никакой расклейки у них просто не бывает все инспекция показала что все хорошо не верю твердо и ну вот этот клей друзья видите небольшой вали клей и здесь есть то есть всегда когда клеят правильно клеит понера никогда не бывает щели всегда нужно мазать клея чуть больше чтобы его выдавило через края и он остался и тогда видно что склеена хорошо как трещины выглядели вот вот как трещина выглядит да вот она кажется но все катастрофа то есть это вот только на помойку и сжечь в большой авиации есть такая методика если есть трещина ты должен его как правильно сказать вышкурить сошкурить и сошкурить чтобы посмотреть не идет эта трещина глубину в глубину и вот у нас вот вот здесь тоже были трещины вот все сошкурено и здесь на самом деле вот я когтем тру здесь только потемнение дерева то есть она никоим образом не передается в структуру потому что дерево сверху покрыто было слоем чего слоем эпоксидка с этим микросферы своеобразный гилькоут что такое друзья гилькоут на планерах пластиковых посмотрим из другой стороны это будет более видно вот видеть такие нервюры были да 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 видно здесь очень много нервюр получается и профиль реально крутой профиль очень точный почему собственно этот планер летит у него там качество 38 это же вообще для 34 я увеличиваю сразу всякий случай а я уже клеил клей купил буду клеить оказалось что мне не нужен клей кому нужен клей можно продать очень хорошие мнения не будем строить другой плане другой да кстати сразу сейчас я закончу и задам вопрос о другом плане друзья так вот по хотел что подкали про гилькоут по сути вот это вот деревянная технология эта технология уже микс технологии будущие пласть пластиковые планерами потому что на пластиковых планерах тоже используются гилькоут некий жертвенный слой материала который на который принимает на себя ультрафиолет всякую гадость там бамба бамбы вы видели сколько у меня на принцессе уже всяких таких бамбочек честно говоря прям ужасаюсь иногда потому что взлетает аэропоезд самолет с планером бам кусочек там камня бам еще бам и у меня вот такие сколы прям есть на крыле так вот что здесь что в этом случае делать планер выкидывать нет конечно все это сошкуривается это конечно одного работа потому что называется рефиниш она в стеклянных планерах но здесь на тоже перекраска сошкуривается где нас видите еще не успел до конца все доделать и наносится снова новый слой который будет опять работать там 10-20 лет и дальше можно зашкурить и так и до бесконечности эксплуатировать планер если внутрь там не внутри все хорошо хорошо было проклеено как вы видите здесь сколько-то планеру лет получается не скажу 64 ну короче много то есть я так считать не умею много лет этому планеру и двите как новый внутри структура дерево дерево это природный композит который если с ним обращаться аккуратно он по ресурсу в общем то вполне себе даже на самый ресурсный материал к слову например планира искать 13 деревянные двухместные еще бегают по всей планете прекрасно трудятся а те же бланики заставляют менять делать ремонт лоджерона чтобы можно было продолжать полеты и когда был запрет на бланики то есть они все вышли все из строя вот осталось не так много планиров деревянные остались бертфольки получается шляхера к 7 планера деревянные пережили алюминиевые не понятно что алюминиевые бланики те же можно отремонтировать они будут служить дальше но сам факт что с деревянными де факту особо ничего такого не случилось все-таки у бланников нашлась вся проблема я делал несколько роликов про это там найдете сзади и что могу сказать вступали мы в споры в полемику с людьми которые говорят да что ты там приводишь да какая-то там фигня да это все заговор европейцев против там коллективного запада против там скрепных инженеров авиационных все это сделано для того чтобы продать новые планера там дорогучие так далее нет друзья новые планера дорогущие так далее все равно покупает очередь на фирме шляхер два года на фирме шимхерц три года на двухместный планер тут хотите купить двухместный планер вы будете все равно держать три года поэтому в этом случае как бы и до этого примерно то же самое было то есть производств планерных достаточно мало двухместных планеров делают мало и все это достаточно дорого стоит и так далее и тому подобное то есть никто не хотел никакой теории заговора но просто есть проблема в лонжероне и нашли и чтобы сохранить жизни сделали рекомендовали определенный тип ремонта который прекрасно делают производитель этих планиров на там на заводе можно планик отремонтировать только вы понимаете да что почему это никто не будет делать потому что бланики в той же берем российской федерации они государственная никто их на ремонт за 7000 евро не повезет вы на этом будете летать и не дай бог что-нибудь случится и тогда закончится все и сразу это к вопросу о том что лучше деревянный планер или металлический в том смысле что некоторые деревянный планер до нём же убьешься шансов меньше даме раз да да могу подтвердить ой бенос не лови ничего не лови я чуть друзья тут не сломал все бенос просто дипломированный специалист поклепки планировать всего он вообще вот это его хобби основная его на работу он уезжает на какой-нибудь большой авиационный завод и там пару месяцев зарабатывать деньги на всю на весь год да да поэтому он знает что такой металл ну и я боюсь его боишься да 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 я боюсь его ну там ну игорь сказал уже зачем зачем то есть дерево бояться как такового не надо если дерево хорошо сделано это вечный материал и кстати вопрос легко ли ремонтируется дерево конечно потому что есть одно правило клеить на ус с углом 115 углом 1 15 есть где на ус что-то склеены чтобы вот здесь склеена фанера сейчас друзья вам покажу это повсюду такое ну вот здесь склеена фанера скажем так эта толщина почти два миллиметра значит два миллиметра на 33 сантиметра должна быть полина так так и есть да скажем поломал лонжерон берешь вот этот ус делаешь но если это лонжерона свободно свободно несущих крыло берем этот ус ну побольше там один на 20 или 25 и все склеиваешь этот лонжерон и он будет держать столько же когда выехал из завода да вот никаких проблем то есть в принципе даже лонжерон можно до поменять ну если этот экспериментальный но не сертифицированный планер планер да а так его можно чинить ремонт и делает какие угодно что это за такие вот интересные детальки бизнес это оригинал с г-38 на сорок второго года его да есть друзья вы не думаете что мы специально это положили сюда это беда убедиться бардака я в этом бардаке нахожу жемчужины о 1942 и давайте я ставлю стану так чтобы было видно может мы это на заставку красы и жахнем планер из 1942 года даже маленькие вот детальки тоже маркированы да да это все оригинал это немецкое производство или до металлические покажи тоже штамп стоит да конечно вот видите друзья живая где-то где-то даже откуда то вот вот он до 1942 сам фюзеляж сиденья там все да вот пожалуйста оригинальный g38 они оригинальные реплика ты по-моему сейчас ее перетянул да 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 делал обтяжку выглядит красиво все как и все грамотно сделано видите с отверстиями для если вдруг не дай бог внутри конденсат это я уже все знаю осторожно не сломай капота от ил-2 а это бронеспинка тыл-2 не 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 этот мои лесопилки да друзья вот так ходишь а где-то этот капот взял слушай он мид а он реально металлический да 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 броня друзья бронекапот бронекапот реальная толщина миллиметра 4 или 6 3 офигеть где взял у моего друга деревни там собака спала на капоте ну там был этот аэродром нормандия ням у нас знаменитый там держались вот эти яки ил-2 и один потерял не знаю там было что-то с моторами он просто там недалеко упал капот достался для собаки ну зато вот есть да так вот и же 38 вот он собранный перетянутый да и пойдет куда-то в работу судя по всему будет летать ли те скажи пожалуйста какие планы строю сперва сделать на соревнования этот планер чтобы тебя победить и друзья я я тоже иду вперед у меня пятнадцатый есть вот пошел пошел-пошел туман надо меня если я сам так он летает мне нравится я вижу минус да он поднимается набирает высоту сейчас будет над нами походить за ним веревка вот такая штука что я могу сказать про планер планер совершенно волшебный то есть он просто изумительно управляется у него мягенькая легенькая ручка у него есть еще и закрыло 100 по ощущениям но смотрите разгоняется прекрасно планер скорость 100 20 ручкой перекладываются очень мягкие педали то есть настолько настолько педали мягенькие что просто вот вид удаешься настолько легенькое такое управление ручка совершенно нежная ну вот я в восторге друзья пусть меня поснимают я вам расскажу мои первые мои впечатления от планера от планера 15 он крайне приятен то есть пилотировать его реально одно удовольствие и даже не знаю чем это сравнить то есть такая легенькая легенькая ручка но даже не ручка впечатляет а просто наилегчайшая просто под кушинка педали я попробую сейчас выпустить закрылок вот я выпустил закрылок планер прям вспух и скорость у меня сейчас не поверить вот 60 километров в час и сейчас я вот 3-4 недели буду в Литве буду попытаться приспособить свой прицеп от АСК-21 крытый красивый классный прицеп польского производства приспособить для перевозки А-15 чтобы он жил в домике красивеньком чтобы ему не было плохо да а я надеюсь что в каждый день ты будешь вернуться в аэродром в этом прицепе да с площадок не 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 зачем зачем такое друзьям желать ну вену все можно друзья он мне смотри что подарил нервюру давай мне дари быстро на камеру вот смотрите что он мне торжественно дарит Игорь дарю я тебе этот шпангаут на память от моего первого попытка сделать бро 10 о супер я хочу это вопрос о планах это бенос будучи глубокой юности задумал сделать бро 10 и еще не имея такого мощного опыта как сейчас надел кучу деталей я почти там собрал физиаляши это кстати руль направления от него да да он получился все хорошо с ним его можно использовать у него было две версии 2 чуть повыше 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 побольше чтобы удержаться в динамике и здесь вот есть шпангаут и они у меня скажем так не получилось форма я собрал весь фюзеляж ну там оказалось что эти стрингеры они не входят так гладко и получается все криво да 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 и ну я просто поверил чертежам которые есть их сперва было надо переделать как положено сейчас у тебя я так понимаю что 3d модель есть и да 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 все все подготовлено некоторые нервюры сейчас покажем уже готовы вот здесь это тоже старый шпангаут это был маленький планер очень маленький друзья вот как вы думаете напишите комментариях поместится ли бенос в этот планер вот это вот это в пангоут в котором он должен сидеть да у тебя плечи шире ну да а плечи плечи наружу торчат не не совсем они должны быть вот так вот ну-ка опять приложи к еще разочек ну бенос я не знаю как ты влезешь увидите да кстати кстати если здесь положишь этот главный шпангаут от бро 9 один одинаковые до бенос бро 9 влазит но я даже ставлю кусочек из нашего ролика бенос ты расскажи воздухе пожалуйста как ты придумал этот планер тестирует на себе бенос боксеровщика ученика босиком по небесам летит летит красавчик ну хорошо затянули визуально уже точно 200 даже больше так параплан хрен затягиваешь вообще хорошо ну вот что значит профессионал значит так будем сперва делать кабину а потом ты решишь может быть от оригинала чуть-чуть отойти да так ну я друзья возьму себе это от юного беноса обязательно автограф поставлю себе и повешу дома у меня будет кусочек тоже история так так вот получается следующий твой планер ты планируешь бро 10 броди сюда почему и на он хулиганы в одиночке не ходят и так бывало что в литве вот когда летал бро 9 с ним всегда был бро 10 это первый планер который проходил ледные испытания после войны для массового производства это был там не какой-нибудь антоновский планера это был литовский бро 10 но по всякими причинами там было так что его они стали делать там было были запреты до сейчас можно я можно я как я сам как я самый главный анархист друзья меня всегда беносу я всегда вставляю беноса фразу что литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили он прям сказал тогда идеально это именно тот же вариант что планер был сделан маленький красивый компактный классный летал должен был летать со всяких холмиков как и бро 9 йогас а причина всего этого хулиганство почему же нужно было хулиганить почему нельзя было просто братья летать да потому что один смелый человек взял и улетел на по 2 за границу и из-за этого дядечка сталин решил что закрыть всем чертовой матери 300 километров от границы все полеты и действительно ну и сами сами полета не нужны чего у нас уже раньше планира нужно для чего десантку посадить современной армии нужен десант то уже вертолет там появляется скоро или еще что это еще что же типа не нужно уже самолетов можно бросать короче необходимости яркая планиризма вроде как ушла ну и поэтому после войны было не до него и там сделали планер ну и в общем пусть будет но делать его не стали ресурсы на другой были нужны поэтому когда говорят что там вся забота молодежи еще о чем то еще чем то еще чем то да но это было потом как бы был момент исчезающий а потом до планиризм и опять развили чтобы было так сказать запас прочности для будущих там возможных войн и еще чего то еще чего то есть 49 год никогда государство о том чтобы люди классно проводили время релаксировали да было возможно всем летать но цели государства были абсолютно не для того чтобы там воспитывать молодежи там чувство прекрасному прагматичная цель готовить максимально большое количество летчиков техников и всего остального водителей опять же для того чтобы если вдруг завтра война то победить всех поэтому не нужно верить сказки как бенос а ты веришь в сказки лучше делать сказку самим мне кажется да 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 конечно как те которые хулиганили так вот бро 10 я надеюсь что он будет такой веселый скажем так как и бро 9 как и жога потому что когда смотришь фотографии он он очень маленький у него длина крылей 11 метров и когда смотришь фотографии когда стоит там бро 10 возле бро 9 он почти под крылом стоит бро 9 а качество лучше но посмотрим как будет это ничего это форма для нервюру бро бро 10 так ты уже получается кучу всего на подготавливал да 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 это такие же самые нервюры как и на жога си это r3 профиль я насколько понимаю это r3 история этого планера такова перед войной ошки не сделал бро 3 это был пукас не знаю как перевести пушок пушок да он был очень легкий очень красивый масса его кажется 73 килограмма если не вру но первый вариант там был очень маленький потому что ошки не сам был очень маленького роста и даже нормальные пилоты там не могли садиться даже смеяли что если кто-нибудь другой садится планер когда он дышит тогда он сделал пара таких же самых планиров но с кабинами чуть-чуть больше назвали его их араси гирюнаса планер был очень успешен и ошки не спроектировал скажем так прототип бро 10 побольше крылья там 10 или 11 метров назывался он пукас 2 и но пришла война он этого проекта не завершил но когда вернулся с лагеря сорок девятом он сделал этот бро 10 взял этот отечественный профиль r3 потому что геттинген уже только враги использовали и и вот сделал такой успешный планер сделал кабину побольше и он был скажем так первым планером в литве на котором после войны уже летали в термиках с лебедкой когда уже запрет сняли на эти триста километра нет пока не то есть в тихую тихую да друзья в советском союзе нельзя было так сказать в тихую летать вот брали и летали там пока никто не так я могу сказать больше как-то я летал в российской федерации это было вовшеблено я летал там на плане ручки на двинастер и благополучно ну мы еще так не успели немножко нанести на его регистрацию ввезя его абсолютно нормально и на тот момент я решил думать думаю дай думаю дуну туда куда вряд ли когда-нибудь куда-нибудь слетаю я вот мимо аэродрома в ржеве где были там всякие самолеты военные миги там еще что-то аккуратненько так бочком и аэродром видел все все там прекрасно было по руслу волги виляя между каких-то древних заброшенных складов и даже не представляет там вот в лесу смотришь километр на 3-4 километра такая хрень застроенная такими такими штуками там видно что дома были когда-то склады и вот видно что в но еще краю склады еще живые а ближе к лесу там уже вообще там все вот эти березами пара порастает и таких кусков я там находил тучу как мне не сбили я не знаю ну всем было пофиг и в принципе я так понимаю что как это обороноспособность например на том же уровне и висит что летит там планер виден как стая птиц никто не на внимание не обращает ну и в общем летел этом прилетел до половину дистанции до питера то есть не оставалось до санкт-петербурга 300 километров там я развернулся то есть я селигер пролетел еще 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 там развернулся вернулся назад 760 километров по маршрут получился в сумме вот так вот можно было летать и потом и по тверью летал над болотами в общем когда система не дает те возможности летать легально ты в какой-то момент кладешь болт смотришь что ничего наказание за это нет и начинаешь просто летать как хочешь понять что когда это заканчивается когда-нибудь и делать так не нужно но к тому что вот эти ограничения все все нельзя все нельзя все нельзя люди все равно будут это делать то есть нужно делать не ограничения жесткие а нужно добавить людям возможность пройти весь бюрократический квест и летать легально тогда не будут нарушать так как Некоторые это нарушают. Да? Да. Но ты меня радуешь тем, что люди всегда остаются людьми. То есть, мне больше всего вот это нравится, что, как вот, твоя фраза, всегда хулиганили, она прям вселяет в меня оптимизм, веру в человечество. Так и есть. Да. На чем мы остановились? На интервьюре? Пару интервьюров сделал. Профилер, кстати, чем интересен, тем, что, допустим, его использовали на самолете короткого взлета и посадки Шторг. Русский профиль, немцы использовали в своих целях, потому что профиль действительно, ну, законы аэродинамики не обманешь, и профиль действительно удачный, он очень имеет высокую несущую способность, то есть на малых скоростях хорошо работает, поэтому вот для некоторого типа летательных парадов он прекрасен. Даже есть история, когда Антонову дали копировать Шторг, и он, собственно, его копировал в Каунусе, насколько я понимаю. Да, да. Они в Каунусе строили. Да. Кстати, в Каунусе была мастерская, чтобы чинить самолеты из Восточного фронта, там всякие генкели, юнкерсы, и главный директор, как это по-русски сказать, по качеству. А, по контролю за качеством. Да, знаете, кто был? Ошкинис. Удивительно, как его не посадили на долгие годы. Ну, его посадили, он был в лагере Подольске полгода, кажется. Потом, видимо, подписал некоторые бумажки и был освобожден под будущую работу. Ай, вот оно. Так, да. Ну, это видно, вот, нервюры Бро-10. Последний профиль, это симметрический, переходит на НАСА, там, 0.06. То есть, такой хитр-хитрой конструкции. Ну, да-да-да. Микс профилей. Микс профилей. Ну, тоже скручение, как и у Броя-9. Так что противоштопорные устойства. Да, то есть, отрицательная динамическая крутка. Да-да, будет хорошая штука. Почему я вспомнил еще историю про R3 профиль? Ну, просто одна из любимейших книжек Олега Константиновича Антонова «Десять раз сначала» про то, как реально человек «Десять раз сначала» начинал многие вещи, и там, ну, жизнь, можно сказать, свою. Кстати, я хочу книжку. Книжку? Книжку про Антонова. Новая книжка про Антонова и его планиров. Есть новая книжка какая-то. Кто выпустил? В Украине, кажется. Да. Друзья, товарищи подписчики, добудьте нам две книжки, в долгу не останемся. Венус и мне. Я просто реально, как вот, если у человека есть кумир, у меня их не так много, ну, есть же множество супердостойных людей. Почитайте. Не знаю, почитайте про инженера Шуховскую башню. Это, наверное, все знают, что это такое. Вы почитайте про самого инженера, какой гениальный совершенно человек был. Вы почитайте про Антонова Олега Константиновича, про Игоря Волка, летчика-испытателя легендарного, который все время любил приземляться без двигателя и с выключенным мотором. Он тоже, кстати, тоже мой кумир. У меня много кумиров. Ну, не то, что много, я просто очень уважаю, скажем так, какое-то количество людей, которых всегда хочу видеть в качестве примера. Я их уже назвал. Вот и Клаус среди них. Ну, вот Олег Константинович – это один из них, и я прочитал очень много его. Ну, это человек с большой буквы. Если они читали биографию... Причем биография настолько не дает, сколько чтение его книг, потому что там есть его душа, и ты видишь, насколько это многогранный и, главное, очень этичный человек, который, ну, по ряду причин, не мог бороться с системой, но он никогда не был. За тот дуралобизм, дураломство, вот это засилие запретов, он же всю жизнь боролся для того, чтобы хотел сделать легкий классный самолетик. Сначала он там был трехместный, потом четырех, потом пяти, и все это время его идею гробили, потому что она никому в Советском Союзе не была, не нужна. А у него была мечта вот сделать авиетку, то есть вот такую маленькую штуку с мотором. То, что сейчас делают вот эти вот двухместные самолетики, классные летающие. Ай, столько вот всего мог сделать человек еще хорошего, помимо того, что сделал. Кто не читал 10 раз сначала, рекомендую категорически почитать, а новую книжку нам нужно добыть. Антон из ЖСК у нас эвакуировался, там буквально в последний момент, они на какой-то грузовике мчались там между всяких там. Он вот в 10 раз сначала описывает этот кусок. Он же как раз сделал вот копию этого шторха, и она вроде как отлично полетела, и все, и должны были его делать, там санитарный самолет, еще чего-то. И вот как раз он, во время начала, началась война, они еле там успели эвакуироваться в Москву, потом с Москвы эвакуировали завод с Тушино-планерной куда-то, начали планера строить. Кстати, об эффективности системы. В Тушино был планерный завод, который до 1938 года строил планера. И много. Это было один, а два, потом всякие там более спортивные версии. И в 1938 году руководство страны решило, что планеризм, наверное, уже не нужен. И благополучный планерный завод закрыли, начали на его месте строить что-то там другое. Это все не получилось, не заработало. Ну, короче, угробили рабочее производство. Дальше в 1941-м вспомнили, что ой, у нас же был планерный завод, можно было бы строить планира, и даже есть специалисты. Собрали по всей стране, вывезли эвакуацию куда-то, и дальше начали по Новосибирск, по-моему. И дальше начали строить что-то еще. То есть, ну, делали уже десантные планера, которые были нужны. То есть, вот, эффективность системы, ну, была вот КПД ее, был очень страшный. То есть, вот, все вот эти успехи, они за счет адского ресурса в отвратительной, в жуткой жизни людей, которых просто вот, ладно, жили в плохих условиях. Вы еще и представьте, что человек строил мечту, делал завод, все получилось, он все наладил. То есть, он после института, фактически, его сразу же сделали директором завода Антонова. И вот он сделал, и потом по решению чего-то пираем, говорят, а все, то, что ты делал, уже не нужно, значит, все. И то, что человек остался работать, ну, у него, видимо, другого выхода нету. То есть, вот это настоящий до, там, не знаю, тысячи процентов, наверное, как там говорят, 140 процентов бывает на выборах. Так вот, это тоже до тысячи процентов настоящий человек с большой буквой, можно сказать слово, наверное, патриот, если оно там, ну, я бы его не использовал, я бы сказал, человек, человек, который заботится о людях, которые в окружают, и, наверное, стране, в которой он живет, настоящий человек. И жалко, что система как раз таких, ну, часто не ценит, и, там, Королев в тюрьме, Туполев в тюрьме, и так далее. Красота. А что сзади Бенас там? К-4. А, К-4, да. Шляхера. Долгострой. Долгострой. Бенас, у него основной принцип обязательно заканчивать все, что он начал. Вот, поэтому я думаю, друзья, давайте мы пожелаем Бенасу... Ой, я что-то сломал Бенас. Это не от Ел-2. Друзья, давайте от всей души пожелаем Бенасу удачи, чтобы он закончил все свои проекты, а он пока ни одного еще не похоронил, все доделывает. И будем ждать очередного замечательного ролика с Бенасом. До новых встреч. Эгей. Друзья, ну погода становится только лучше. 13 ноября, тепло. Видите? Европа замерзает. Европа замерзает. Я вам поясню, друзья, почему мы ржем над этим, потому что есть знакомые, которые пишут Бенасу и пишут мне, что, ну, прям, ну, из России, что, как же вы там, у вас же там вообще кирдык, у вас вы там замерзаете, у вас там, если кто там, ЛГБТ на каждом углу вас пытается... С Калининградом гранатами бросаемся. Да? В Калининград гранатами? Да. Друзья, ну, Бенас, думаешь, что Бенас подходит с гранатой и через Калининградскую границу бросает туда что-нибудь. Ну, вот, я скажу, что не так. Меньше смотрите телевизор, больше смотрите позитивные ролики с канала «Мечта летать», мы вам покажем, как есть на самом деле. А на самом деле все хорошо. Совершенно секретно перед прочтением «Жечь». Друзья, посмотрите, какую раритетную штуку я нашел. Ну, Бенас нашел, естественно. Это 39-го года довоенный о шпионской отчет, такой о шпионской всякой деятельности. Видите, какие новые технологии там где-то в Америке подсмотрели или еще где-нибудь. Это немецкое издание. Видите, вот это вот совершенно секретно перед прочтением «Жечь», а это Министерство авиации Германии. И что это такое вообще было? Это вот в Литве перед войной, 39-й год, были такие вот, как это назвать, Бенас, сборники. Да, журналов. Технические сборники для инженеров, чтобы, так сказать, учиться что-то делать. И потом оказалось, что после войны, в 45-м году, все это дело вывезли. Вот смотрите, здесь есть штампик ЦАГИ. О, там еще что-то. И потом ЦАГИ в каком-то году залило уже, более-менее современное время, когда как раз фабрика, вот эта вот, которая делала в Литве, планера ЛАК, создавалась, то выездили в ЦАГИ, просили каких-нибудь там посчитать, что-нибудь расчетов. Ну, те говорят, ну вот хотите, вот это вот забирайте. Вот это нам уже все совсем не надо, это вот только в помойку выбрасывать. Это все вернулось в Литву, ну и потом оказалось у Бенаса. Вот видите, какой странный путь. Изначально вот этих вот томов, тут их много, красивейших, да? Тоже ЦАГИ, да. Редактор субтитров А.Семкин